Девушки отдыхают Уголуновой против Черновой. Правильно? Вам слово. Ваша честь, я требую компенсации материального вреда в размере 145 290 рублей, а также моего морального состояния в размере 20 000 рублей. А мое моральное состояние кто будет оплачивать? Дело в том, что я являюсь сотрудником крупной компании, и моя поездка, ну у меня тут все подтверждено, у меня есть командировочный лист, билет на поезд. Моя поездка была сопровождена с большим договором, с новой компанией. Я взяла билет в СВ вагон и планировала дальше подготовиться к презентации. Как бы все, что замечательно. Ничего, что это общественный транспорт. Общественный транспорт, не ходят люди и дети. Какая категория, вы понимаете, что она притащилась туда, чтобы готовиться? Извините меня, что я перебиваю вас. Просто неимоверный ор в вагоне. Конечно, ребенок в первый раз в поезде. И этот ор все больше и больше нужно готовиться к тому, как ребенок готовит. Вы не понимаете, что это... Штрафую на 2 тысячи рублей. Как мне объяснить? Если вы будете продолжать вас вывести из зала, да? Нет, я просто хочу объяснить. Русский язык вы понимаете или нет? Продолжайте. Так вот, этот ор все больше и больше приближался к моему купе. И после того, как они открыли двери и зашли, я поняла, что вообще все закончилось. Все мое благословение. Жизнь закончилась. Вот честное слово. В чем дело? Я не могу сказать, что я отрицательно, страшно ненавижу детей. Я такое сказать не могу. Да, но вы так себе верили. Но когда они ворвались в вагон... Как бы вы их ненавидите. Мама... А, нет, она пояснила, я мать. Все, 4 буквы, которые она знает, она наклеила у себя на лбу. Вы-то не знаете, что такое мать? Она ворвалась в вагон. Сколько вам лет? И что она стала делать? Она схватила своего ребенка, который кусался в разные стороны, двигал ногами, посадила на мою полку. Ребенок первый раз пояснили. При этом она сказала мне, что я должна за ним следить. Я сидела и не понимала, кому я что должна. А в этот момент она пыталась там что-то разбирать, вещи, что-то там раскладывать. Ребенок орал, кричал. Я бесконечно просила ее как-то угомонить, как-то помочь своему ребенку справиться. Потому что вы его пугали своим этим ором, вы кричали на ребенка. Понимаете, ваша честь? Ребенок первый раз в поезде. Конечно, он будет плакать, особенно если кто-то кричит на него, чтобы я его успокоил. Я вижу, вы слов не понимаете совсем. Давайте тогда изменим несколько процедуру. Суть иска вам ясна, вы прочитали. Расскажите свою позицию и после этого молчите навсегда. Договорились с вами? Дело в том, ваша честь, что эта женщина просто возненавидела нас с первой секунды, как мы вошли, понимаете? У нее были глаза такие... Возненавидела вас и ребенка? И нас, и ребенка. Мы зашли... Нас это кто? Вы себя... Я и мой сын. Мы зашли, и получается, она на нас посмотрела, и было видно, что она хочет нас убить. И она нас чуть не убила, понимаете? Она чуть не убила моего ребенка. Ребенок кричал? Ребенок плакал, потому что он был в первый раз в поезде. Понимаете, какой это стресс? Два годика ребенку. А зачем вы его посадили на чужое место? Я не посадила его на чужое место. Как это? Я его посадила на секундочку, потому что мне нужно было открыть, как я положу чемодан в свою вот эту полку, если я никуда не могу... А вы спросили человека, который... Я не могла ее спросить, потому что она с самого начала уже начала на меня смотреть и пытаться успокоить ребенка. И вообще мы о ней об этом говорили. Откуда взялся ущерб 145 290? Ну, можно уже... Что это? Нет. Отвечется. Это пусть она рассказывает, куда не взялся еще. Вы обещаете молчать? Я постараюсь. Слушаю вас. Так вот, если вы прям хотите, чтобы я с конца уже сказала, откуда, пожалуйста, после того, как очень много всякого произошло у нас в вагоне, я, отлучаясь, извините, пожалуйста, в дамскую комнату, убедительно попросила по возможности посмотреть за своим ребенком, чтобы он не трогал мои вещи. А та же предупредила о том, что Насталья, у нее, понимаете, был президентский разговор, извините, пожалуйста, простите, о какашках. Понимаете? Это было важнее ее сын, чем ваш ноутбук. Если вы, девушка, рожаете, то вы несете ответственность за своего ребенка, который находится в полуметрах от вас, и это важнее какашек по телефону. Вы видели, что я разговариваю, оставили специально, потому что мой сын постоянно хотел взять эту кружку. По моим вещам. А также сказала о том, что стоит кружка, в которой горячий кофе с крышкой. После того... Я вам уже третий раз объявляю замечание. Один раз я вас оштрафовал. Теперь вы продолжаете так себя вести. Вы злоупотребляете право. Продолжайте. Так вот, Ваша честь, как я уже говорила, я отлучилась в дамскую комнату, но вынуждена была оттуда просто вырваться, понимаете? От того, что я услышала сумасшедший крик, я выбегаю и понимаю, что это все происходит в моем купе, больше в другом просто не может происходить. Что произошло? Я когда отлучилась, она продолжает разговаривать по телефону, не обращала внимания на своего ребенка. Он дотронулся до моего кофе, открыл крышку, вылил на себя горячий кипяток, а также повредил мой компьютер, разлив все это, и тут и погорели все мои файлы и все, что есть. Понимаете, элементарно, если ты готовишься к поездке, ну этот я так, да, и ты возьми игрушки, сейчас такое количество вообще, чем можно занять ребенка. Здесь, что делать человеку, вы говорите о своем ущербе. После того, как я ворвалась в купе и увидела все это, у матери даже не было аптечки, чтобы как-то ребенка своего обидеть. Я не думала, что мне попадет, что это классный человек. Я стала, естественно, представляете, мое возмущение, мой компьютер дымится, горит, ребенок кричит. Компьютер раз, что, компьютер стоит 145 тысяч? Да, у меня все чеки есть с собой. Компьютер 145 тысяч? Плюс ремонт, извините, компьютера моего ноутбука, ремонт, размещение, вот тут все у меня справки, все, я не голословно все это. Как, вот это вот железяка стоит 145 тысяч? Не смотрите на то, что он такой маленький, в него внедрено огромное количество всяких дополнительных функций, которые помогают мне работать. Передайте мне документы, подтверждающие убытки. Пожалуйста. А также здесь билет, и также здесь еще моя... А вы что, хотите, чтобы и за билет вам заплатили? Нет, я просто подтверждаю то, что я ехала тоже в этом купе вместе с этой гражданской. Ну, ответчик же не оспаривает это. Ну, документально просто хотелось бы... Зачем нужно подтверждать, если ответчик соглашается? Вы соглашаетесь с тем, что ваш ребенок вылил горячую воду или кофе на этот компьютер? Вы знаете, я просто хочу сказать, что он не специально это сделал, и она знала о том, что она оставила эту кружку вот там, прямо на самом краю. А почему вы своему ребенку позволили обжечься? Вы так яро защищаете право матери. Вы понимаете, то, что я просто стояла, разговаривала по телефону, и она знала об этом. Мой ребенок весь день хотел эту кружку, понимаете? Просил ее, а она вот просто как статуя. Ей вообще все равно, вот он поигрался бы, и ничего бы этого не было. Посторонние люди должны заботиться о вашем ребенке. Но они должны хотя бы входить в человеческое положение, потому что это ребенок, это нормально. Если человек посторонний хочет войти в положение, он войдет. Но она же женщина, у нее должен быть материнский инстинкт какой-то. Я не знаю, если я в первую очередь должен быть у мать, у меня он и был. Я родила, и я ответила, и нет у вашей соседки никакого материнского инстинкта. Ну вот я это заметила, просто непонятному ребенку. Дополнительные доказательства есть какие-либо? Так все вели, конечно. Нет, удаляется для принятия решения. Итак, в соответствии с 1064 статьей Гражданского кодекса, вред, который причинен имуществу гражданина, должен быть в полном объеме возмещен причинителем вреда. Вы вред этот причинили, ваш ребенок причинил, а вы, как законный представитель, несете ответственность, в том числе за своего ребенка. Однако, статья 1083 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает уменьшение размера возмещения вреда, который причинил гражданин, с учетом его имущественного положения, за исключением случаев, когда вред причинен действиями, совершенными умышленно. Ребенок неумышленно, конечно, совершил эти действия. Ну и мать, судя по всему, не настраивала ребенка на опрокидывание на себя и на ваш компьютер этой жидкости. Поэтому я уменьшаю размер взыскиваемого до 100 тысяч рублей. Решение суда понятно? С вас взыскивается 100 тысяч рублей в качестве возмещения имущественного вреда. Во второй части иски о компенсации морального вреда я отказываю вам, потому что вы не доказали мне, что ваши нравственные либо физические страдания от этого ора детского, причинили вам 20-тысячный вред. Решение суда понятно вам? Я буду истеричкой себя показать, как она, наверное. Понятно. Окончено слушание дела. Да вы же так себе и велеть. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить частично. Несмотря на то, что уменьшили до 100 тысяч компенсацию, но я очень рада, что ее накажут, и она поймет, что мать подразумевает не просто родить, понимаете, а еще следить и нести ответственность за своего ребенка. Ну, знаете, вот у таких женщин, как истец, у нее, можно сказать, нет будущего. Она еще поймет, что она не права, когда в старости ей некому будет стакан воды подать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok